Детское радио представляет Видимо, невидимо С тех пор, как в лапы огромного лесного тролля попал обломок обыкновенной лупы, жизнь великана полностью переменилась. Здравствуйте! Что это у меня на лапе, а? Бусинка какая-то! Ой, клещ! Хорошенький, напился крови. Я вам сейчас про эту тварь расскажу. Того, гляди, лопнет. Но лопать ему никак нельзя, иначе его голова останется у меня под кожей. А зачем мне она? Мне вот, своей хватает. Лесные клещи, народ тики, нападают из-под тишка. Вот идете вы по лесу, наклонились ягодку сорвать, А клещ тут, как тут. Заполз по лапе и ищет место повкуснее. Кстати, слепые они охотятся по запаху. Унюхать добычу могут за 10 метров. А добыча – это мы с вами. Тролли, человеки и другие звери. Заползает он на нас и чего делает? Присасывается. И ведь хитрец. Специальной жидкостью обезболивает, и мы ничего не чувствуем. А он впуравливается под кожу и кровь сосет. Клещи переносят всякие болезни. Оттого с ними надо осторожнее. Не ходить в лес, в чем матери дела. Закрывать тело и голову одежей. И осматривать друг дружку. Клещи похожи на малюсеньких паучков. У них 8 цепких лапок. Цепляются они, как липучки. Бегают быстро. В лесу их видимо-невидимо. Ну, чаще невидимо. Потому как они маленькие. Большинство клещей – скромные существа. Питаются растениями и грибами. В природе их около 40 тысяч видов. Кровопийцев из них немного. И все они дикие. А прирученные человеком домашние клещи – народ тихий. Да, непримятно живут себе в частичках пыли. Если их в хозяйстве много, то все чихают. Значит, прибирать пора. О, хе-хе-хе. Да, ну я отвлекся. Надо бы навытащить этого негодника. Где у меня масло? Так, дышат клещи воздухом. Поэтому, если на них капнуть масло, они свои клещи разожмут. И можно их выкрутить спокойненько. Вот, сейчас я этим и займусь. Видимо-невидимо.